На смену весенним наводнениям в России пришли лесные пожары. Опасность их возникновения повышается каждый день. Горячий сезон официально открыт, уже полыхает Дальний Восток, пожары начались и в Сибири. В Югре круглосуточно мониторят обстановку и готовы к натиску стихии. С сотрудниками авиалесоохраны пообщался наш корреспондент Вячеслав Шабанов. Прошлогодние пожары стали уроком для всех ответственных ведомств. Затраты на тушение по итогам 2023 года исчисляются миллиардами рублей. Почти четверть от всех пожаров, произошедших в Уральском федеральном округе, зафиксированы в Югре. К горячему сезону в округе готовятся заранее. Режим повышенной опасности объявлен в конце апреля. Специалисты авиалесоохраны круглосуточно отслеживают ситуацию с возникновением так называемых термоточек посредством космического и авиационного мониторинга. Используют и видеонаблюдение. Для раннего обнаружения лесных и ландшафтных пожаров используется система видеомониторинга лесохранитель. У нас на территории округа установлено порядка 82 камер. В основном это камеры возле населенных пунктов и вдоль поймы крупных рек, таких как Опер, Тыш и Канда. К тушению лесных пожаров в филиалах авиалесоохраны готовы 800 специалистов. Имеется вся необходимая техника. У нас есть различные технические способы, технические средства и инструменты для того, чтобы ликвидировать все виды лесных пожаров, находящиеся в нашем округе. Для доступа в труднодоступные места используются квадроциклы. Подразделения авиалесоохраны обязаны иметь их по закону. Эта техника поступила на базу авиалесоохраны в Ханты-Мансийске месяц назад. Специалисты осваивают новые квадроциклы. Они хорошо себя зарекомендовали благодаря своей маневренности. Там, где не пройдет квадроцикл, проедет вот такой вот вездеход. Техника оборудована всем необходимым для тушения ландшафтных и лесных пожаров. Такие машины оказывают меньшее давление на поверхность грунта. Их используют даже на болотах. Специалисты техникой довольны. Правда, сетуют на условия ее содержания. Большая часть, говорят работники базы в Ханты-Мансийске, круглый год стоит под открытым небом. Некоторые филиалы строят новые складские помещения. Может и до нас куда-нибудь дойдет. В целом, то есть нам техники хватает, людей хватает, но имеются проблемы? Да, да, да. С содержанием ее, да. Горячий сезон официально открыт. Эти кадры сделаны на Дальнем Востоке. Полыхают леса в Хабаровском крае. Огнем охвачено больше 50 тысяч гектаров леса. Похожая ситуация в Еврейской автономной области. В обоих регионах действует режим чрезвычайной ситуации. Уже в эти дни в зоне риска Урал. По прогнозам, югорские леса должны запылать в июне. Наиболее подвержена риску северо-восточная часть региона. К середине лета повысится опасность центральной и восточной части округа. В авиалесоохране заявляют, что на 100% подготовиться к тушению нельзя. Особенно, если возникнет несколько верховых пожаров высокой интенсивности. Его скорость распространения до 80 км в час. А некоторые пишут и больше. Представляете, как он распространяется и какие силы нам нужны для того, чтобы ликвидировать. То есть это очень сложно. Но на среднюю горимость наш регион в настоящее время готов. Если округ не справится, на помощь придут коллеги из других регионов. Также готов к работе пожарный десант Федерального резерва. Регионы могут привлекать их без введения режима чрезвычайной ситуации. Это повысит уровень реагирования на возникающие пожары. Вячеслав Шабанов, Павел Шимолин. Вести Югория. Ханты-Мансийск.